В студии Радио Балтик Плюс сегодня глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура. Добрый день. Добрый. Почему мы вновь слышим про корь, про то заболевание, которое, казалось бы, уже давно забыто и побеждено? Причина очень проста, потому что, к сожалению, не все те, кто должны прививаться против этой инфекции, прививаются, получают прививки в установленные сроки и накапливается та неиммунная прослойка среди населения, которая поддерживает вот этот эпидемический процесс по заболеванию кори. За весь прошлый год было очень мало случаев заболевания кори в Калининградской области. Какая ситуация сегодня в регионе? Вы правильно говорите. За прошлый год мы зарегистрировали 5 случаев заболевания кори, и никакого распространения инфекции не произошло. Вот сейчас 5 февраля, и уже мы имеем 33 случая кори. Среди заболевших 22 ребенка до 18 лет. И ни один ребенок, который заболел корью, не привит против этой инфекции заранее, то есть не имел соответствующей прививки против кори. Я вот когда готовился к нашей сегодняшней встрече, штудировал интернет, и выяснил, что люди, в принципе, они придерживаются такого мнения, что это исключительно детская болезнь. Нет, это не детская болезнь. Корью болеют и дети, и взрослые. Причем корь наиболее опасна для детей маленьких, то есть первых лет жизни, и опасна для всех взрослых старше 20 лет. То есть корью болеют взрослые так же тяжело, как и дети. А как проявляется это заболевание? Корь имеет достаточно длительный инкубационный период, то есть с момента попадания кори в организм до развития симптомов заболевания может проходить 21 день, но в среднем это 7-14 день, и потом развиваются симптомы заболевания. Первый период – это продрамальный период, когда появляются различные катаральные проявления. Это кашель, это носовое, ну, то есть сопли, если по-простому сказать. Это повышение температуры, то есть симптомы интоксикации. И что характерно для кори – это светобоязнь. Это один из характерных симптомов кори. И на мягком и твердом днём, если мы откроем рот и посмотрим, то там могут возникать такие белесоватые пятнышки. Это пятнышки филатова коплика. Это тоже такой признак кори, которую ни с чем не перепутать от другой инфекции. Потом наступает период высыпаний. Период высыпаний развивается где-то уже на пятый день заболевания. И сыпь проявляется этапно. То есть сначала сыпь появляется на лице, потом сыпь появляется на туловище. И в последний момент сыпь охватывает всё тело, то есть на конечностях также появляется сыпь. Следующий период – это период пигментации. Когда вот на этом высыпании, когда человек полностью в красных таких пятнах, всё это начинается пигментация такая. То есть большое количество меланина вот на тех местах, где высыпало. И потом период выздоровления или осложнение и не очень благоприятный исход. Естественно, ты не будешь ходить в это время на работу. Существует какая-то универсальная таблетка от кори на сегодняшний день? Нет. Лечения от кори нет вообще. Этиологически кори не лечатся. Лечатся только симптомы заболевания. И по сути, когда человек заболевает, то здесь можно говорить о том, справится ли он, справится ли его иммунная система, справится ли его организм от этой болезни. То есть это всегда очень рискованно – заболеть любым инфекционным заболеванием. Вот вы говорите, или справится, или не справится. Если не справится, исход какой? Летальный? Летальный исход, конечно. То есть осложнение от кори достаточно тяжёлое. Корь, ну, по сути, убивает иммунитет, потому что иммунные клетки, которые борются с вирусами, они несут на себе сам этот вирус. И другие иммунные клетки расценивают эти иммунные клетки с вирусом как чужеродные. То есть переболев корью, у вас иммунитет снижается практически на ноль. И плюс ещё бактерии присоединяются. У вас развиваются различные тяжёлые заболевания. Это вирусно-бактериальная пневмония, это менингиты, это энцефалиты, это подострый панэнцефалит. Это то есть те осложнения коревые, которые могут привести либо к инвалидизации, либо к летальному исходу. И особенно тяжело – это маленькие дети болеют. А у нас прививки против кори начинаются только с одного года. То есть когда ребёнку исполняется один год, тогда его прививают против кори. А чем он защищается до этого? Только материнским иммунитетом. Поэтому если мама, будучи беременной, или когда она планировала беременной, не была привита против кори, её родители не прививали, то она не может передать этот иммунитет, материнский иммунитет ребёнку. Тогда этот ребёнок абсолютно беззащитен, становится и в первый год жизни. Вот тогда ему заболеть корью очень и очень опасно. Если мы говорим сегодня про иммунитет, то чей иммунитет не справится с корью, как вы считаете? Люди с какими-то хроническими заболеваниями. Вы имеете в виду, если человек привитый против кори и потом заболел? Да, да. Но, как правило, у людей, которые имеют две прививки против кори, корь протекает легко. То есть процентов на 99,8 человек справится с корью, конечно, если он не имеет ещё какие-то дефекты в иммунной системе. Но чаще всего с корью он справится. А вот те люди, которые ранее не были привиты против кори, то для них корь может быть достаточно тяжело протекающим заболеванием. И мы видим это сейчас. Ведь мы говорим не об эфемерных каких-то заболевших, да, а тех больных, которые и сейчас находятся у нас в инфекционной больнице, и, к сожалению, с осложнениями, с пневмонией, с тяжёлой пневмонией, которую вызвал этот возбудитель. Вот мы говорим с вами, за весь прошлый год заболели только 3 человека. 5-5. 5 человек, практически в 10 раз больше уже за 2 месяца этого года. Да. За 1 месяц этого года. А вот с чем связана такая динамика? И какие прогнозы у специалистов на этот год? К сожалению, я уже сказала, что у нас прошлый год это корь без распространения. То в этом году 8 очагов кори, в которые зарегистрированы, это домашние очаги, очаги в образовательных учреждениях, то, к сожалению, мы видим внутрисемейное распространение инфекции. Когда регистрируется заболевший корью, определяется круг его контактных, и контактные уже прививаются по экстренным показаниям. То есть постконтактная вакцинация. Они раньше не были привиты, но здесь есть риск заразиться, очевидный риск заразиться. Им предлагается вакцинация. И вот, к сожалению, большинство людей, я могу сказать, большинство людей контактных, отказываются от вакцинации и при наличии реальной угрозы заболеть корью. И 11 детей, которые имели возможность быть привитыми в очагах, то есть длительный инкубационный период, прививаемся живой вакциной, и заболевания не возникают. То есть антитела, которые вырабатываются с помощью вакцины, защищают от развития болезни. То 11 детей, родители и при наличии контакта отказались вакцинироваться, и дети заболели. А что обычно говорят, когда отказываются? Мы не хотим прививаться. Сообщалось, что около 500 контактных с больными корью отказались от прививок в прошлом году. Они не считают, что корь это тяжелое заболевание. Они не считают, что корь это высококонтагиозное заболевание. То есть если вы контактные, то риск заразиться корью достигает 100%. Ну, конечно, это близкие, особенно у близких контактов, те, которые проживают с вами в одной квартире, в одном доме, ходят в один детский сад, в одну школу и так далее. Вот люди почему-то это не считают. Считают, ну, подумаешь, перенесем корь, и не думают об осложнениях, не думают о том, что корь достаточно опасное инфекционное заболевание. Ну, мы говорим, когда про 500 контактных, это было в прошлом году, а в этом году уже... Нет, в этом, в этом году. Это мы сейчас говорим про это, да. Около тысячи человек мы определили как контактными, и около 500 человек отказались от вакцинации. Если мы говорим про мнение из интернета, тогда давайте будем называть этих людей диванными экспертами. Вот бытует мнение, что легче коре просто переболеть, потерпеть, так сказать, и получить естественный иммунитет, не обязательно колоться. Вот я вам очень рекомендую пригласить сюда, ну, предложить прийти в вашу студию людям, которые перенесли корь в январе текущего года. Там есть взрослые люди, которые вам скажут, легче ли переболеть корью или нет. Вот после того, как они перенесли корь, и после того, как они получили все радости нахождения в инфекционном стационаре, будучи больными корью, вот они сейчас считают, лучше бы они привились. Лучше бы они привились. Потому что вакцинация – это единственный способ не заболеть и не заболеть тяжелым. Но мы уже помним пример, когда люди очень боялись прививок, отказывались их делать. Это было во времена ковида. Сейчас корь. Та же самая история, по сути? Нет, не та же самая история. Корь, коронавирусная инфекция – это новая вакцина, и здесь очень много было разных спекуляций по поводу того, что это новая вакцина и не успели ее сделать. А корью мы прививаем с 1968 года. Одна из лучших вакцин в мире – это российская вакцина против коревой инфекции. Между прочим, в других странах, когда у них эпиднеблагополучие, они просят именно российскую вакцину, потому что эта вакцина иммуногенна и очень хорошо переносится. И с 1968 года мы прививаем против кори. А раньше, до 15 лет, болел каждый ребенок кори. Мы в Калининградской области регистрировали более 10 тысяч случаев заболеваний ежегодно. А сейчас мы регистрируем 5 случаев заболеваний в году, ну, даже 33 заболевших в 2022 году. А есть года, где мы и не регистрируем кори. С главой регионального Роспотребнадзора Еленой Анатольевной Бабурой мы сегодня говорим о том, почему вновь услышим про такое заболевание, как кори. Ну, собственно говоря, в прошлом году было выявлено 5 случаев заболевания, в этом году уже 33. Это связано, как говорит Елена Анатольевна, с тем, что родители не прививают своих детей. Не только родители не прививают своих детей, но и взрослые, те люди, которые при ухудшении эпидемической ситуации знают, что корь подняла свою голову, имеют возможность по национальному календарю привиться. Такая возможность предоставлена всем лицам до 35-летнего возраста. Я не знаю, прививался ли я раньше корью. Не знаю, болел ли я корью. Я имею право бесплатно привиться против кори дважды. Мне не надо больше ничего. Я прихожу в поликлинику и прививаю. Но эти люди, к сожалению, тоже не хотят прививаться и отказываются. А вот если человек не знает, есть ли у него прививка от кори, нет у него прививки от кори, каким-то образом эту информацию поднять можно? Вся информация об иммунизации должна находиться в медицинской документации. Если в медицинской документации по каким-то причинам этой информации нет, то значит вы считаетесь не имеющим сведения о прививках и можете быть привитым. Но меня очень часто спрашивают, а если все-таки я был привит, зачем мне еще одна вакцина? Здесь можно пойти двумя путями. Первый путь. То есть вы идете и сдаете за свой счет анализ на иммунитет против кори. И вам в анализе должны написать, имеется ли у вас иммунитет против кори или не имеется. Если имеется, вы будете считаться привитым, и вы можете и не прививаться. А если у вас не будет иммунитета по результатам анализов, то, конечно, следует в этот период, особенно в этот период, обязательно привиться. А можно анализ не сдавать, деньги не тратить и привиться, даже если у вас есть иммунитет. Мы прививаемся с живой вакциной. Вакцинный вирус, который попадает в организм, его встречают те антитела, которые в вашем организме есть. И они просто, да, бустерная зона, ничего не происходит. Этот вакцинный вирус убивается. Вот и все, ничего не происходит. Это не новая вакцина, это та, которая с 60-х годов прошлого столетия работает. С 68-го года эта вакцина работает, но, к сожалению, двукратную вакцинацию мы получаем только с 97-го года. Поэтому считайтесь, если вы рождены до 97-го года, то, скорее всего, либо вы не привиты против кори, либо вы имеете только одну вакцинацию. А если вы старше 68-го года, то, скорее всего, вы болели корью. Потому что еще раз, до 15-летнего возраста, до прививочный период, болел каждый ребенок. Но, к сожалению, не каждый ребенок выздоравливал. И в настоящее время в мире, в мире регистрируется каждый год более 150 тысяч летальных исходов от кори. Это в тех странах, где вакцинация недоступна для населения. В саду заболел ребенок, в соседнем подъезде, в случае кори. Что делать в этом случае? В этом случае проводятся противоэпидемические мероприятия. Определяется круг контактных. В данном случае очагом будет являться дом, потому что корь передается воздушно-капельным путем, в том числе через вентиляцию. Поэтому здесь контактные все те, кто живет в этом доме. Определяются, есть ли там люди, которые не привиты против кори, им предлагается вакцинация. Эту вакцинацию нужно пройти в первые три дня после выявления заболевшим. И мы вот сейчас именно по этой схеме, которая определена в санитарных требованиях, законодательно определена, бесплатно проводится вакцинация против кори и постконтактные. Но постконтактная вакцинация, она менее эффективна, чем вакцинация по плановым показаниям. То есть постконтактная вакцинация вас может спасти от дальнейшего развития заболевания, а может и не спасти, если недостаточно иммунитет ваш откликнется на вакцину. Для этого должно пройти какое-то время. Поэтому постконтактная вакцинация менее эффективна, чем плановая. Поэтому мы призываем всех пройти плановую вакцинацию против кори. И это в нынешней эпидемической ситуации очень важно. В студии «Балтик Плюс» глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура еще раз здравствуйте. Расскажите о ситуации с ковидом сегодня в регионе. На сегодняшний день, вот по итогам прошедшей недели, пятой календарной недели, мы видим снижение заболеваемости коронавирусной инфекции на 11%. Но мы видим прирост в структуре заболевания заболевших небольшой прирост детей. То есть если недели назад это было 11%, то теперь 15% в структуре заболевших – это дети, в том числе дети до года, источником которых коронавирусной инфекции являются взрослые. И в 98% случаев у нас заболеваемость протекает в виде острого респираторной вирусной инфекции, то есть симптомами ОРВИ, и только 2% заболевших имеют заболевания легких. То есть развивается коронавирусная пневмония. То есть эти же люди с хроническими тяжелыми заболеваниями сопутствующими? Ну, не обязательно, это те люди, которые, может быть, например, перенесли в прошлом коронавирусную инфекцию достаточно тяжело, а перенесенная тяжело коронавирусную инфекцию имеют очень большие дефекты в иммунной системе. И, кстати, этим людям очень опасно болеть курю. Какие последствия ковида на сегодняшний день наиболее заметны в обществе? Ну, я думаю, здесь должны вам рассказывать врачи по итогам диспансеризации, которые проводятся тем людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Но я думаю, что здесь последствий может быть очень много, в том числе это может быть стартом каких-то аутоиммунных заболеваний, это может быть стартом хронической усталости, это может быть стартом анасмии, то есть мы не чувствуем запахи, и не чувствуем запахи до сих пор, до сих пор от момента заболевания. То есть разные проявления, и плюс еще раз, это вирусное заболевание, любое перенесенное вирусное заболевание, это серьезный удар по иммунной системе. Мы стали болеть чаще, мы стали болеть дольше различными вирусными респираторными инфекциями. Вот это последствия, скорее всего, коронавирусные. И давайте с вами еще обсудим одну новость, которая была очень долго актуальна, это про кота в Зеленоградске. Камень преткновения, как в обществе, такое мнение бытовало, что Роспотребнадзор среагировал на анонимное обращение. Насколько это правда? Я думаю, что никакой ситуации здесь не было. Это информационный повод, который просто таким образом был преподнесен, раскручен, потому что очень многие интересовались, ну, как его излагали. Ну, в том числе было изложено, что это анонимное обращение. Я вам официально могу сказать, что это никакое не анонимное обращение. Мы знаем, кто это. Этот человек имеет фамилию, имя, отчество. Мы с ним связывались. Мы провели бесконтактное профилактическое мероприятие с хозяйствующим субъектом, то есть вышли на объект, увидели, что это действительно имеет место быть и напомнили в виде не предписания, а предупреждения хозяйствующего субъекта, предостережение ему было выдано о том, что не следует нарушать требования санитарного законодательства. И хозяйствующий субъект услышал, Роспотребнадзор принял соответствующие правильные меры. Но так как это был такой серьезный инфоповод, раскрученный инфоповод, ну здесь уже беспокоились больше о судьбе кота, бедного кота Сережи. Спасибо вам большое за комментарии. У нас в гостях была Елена Бабура, глава регионального Роспотребнадзора. Редактор субтитров А.Семкин